Салют друзья, у микрофона мистер Кей, добро пожаловать в GTA 5 РП, мы продолжаем здесь нашу бандитскую жизнь. Сейчас мы находимся около особняка нашей мафии, но в последнее время у нас тут происходят кое-какие проблемки. Дело в том, что после того, как мы в прошлый раз ограбили с вами главный банк в городе, за нашим особняком начали пристально наблюдать. Ежедневно по всему периметру нашего особняка теперь стоят сотрудники FIB, которые следят за всем, что здесь происходит. И мне это, мягко говоря, не нравится. Смотрите, они прячутся буквально в каждом кусте и думают, что мы их не замечаем. Из-за этого нам приходится прикрывать свою деятельность и действовать как полноценные автомеханики, потому что изначально наша мафия создавалась из автосервиса. И в результате мои ребята, вместо того, чтобы грабить людей и грабить банки, теперь занимаются ремонтом машин. Исходя из этой ситуации, я принял единственное верное решение. Вернуться в нашу старую автомастерскую. Очень жалко расставаться с таким шикарным особняком, но сейчас нам нельзя ни в коем случае попадаться на глаза федералам. На нашу мафию открыли полноценную охоту и директор FIB, после всего, что мы сотворили на сервере, явно хочет, чтобы мы исчезли. Поэтому сейчас надо звякнуть нашим ребятам и собрать срочное совещание. Секундочку, вы посмотрите на это. Колонна машин FIB. И двигаются они прямо сюда. Судя по всему, даже вертолет сюда вызвали. Это что, облава получается? Облава! Я только переехал обратно в этот дом, но они меня вычислили! Они узнали, где я нахожусь и приехали сюда. Добрый день. Добрый день. Что происходит? Что я сделал? Я являюсь нынешним директором Федерального бюро расследования. Меня зовут Макс Капона. Представьтесь, пожалуйста. Приятно познакомиться. Я Роман Кей. А в чем, собственно, делать? У нас есть к вам пару вопросов. Вы должны проехать с нами. И это не обсуждается. Наручники на него. Наручники на меня? Вы что себе позволяете? Секунду, может быть, здесь поговорим. Я никуда не собираюсь с вами ехать. Адвоката меня сразу вызывайте. Вы что делаете? Вы прибирались ко мне домой. Я в чем? Вы меня арестовываете? Вы сразу скажите. Вы задержаны. Вас никто не спрашивает, что вы хотите. Машину его. Капец жестко. Это просто за секунду произошло. Я даже не успел звякнуть своим парням. Сейчас никого здесь нет. Мы не можем дать им отпор. И они воспользовались этим моментом. Просто-напросто приехали в мой старый дом. И пакуют меня в машину. Куда они собрались меня увозить? Я не понимаю. Это настоящая облава на босса мафии. Меня запаковали и собираются увозить в неизвестном направлении. Куда мы направляемся и зачем, я понятия не имею. Это не похоже на обычный арест. Если бы они захотели бы меня арестовать, они бы вели себя, я думаю, более дерзко. Скрутили бы, сразу на пол положили и все в этом духе. Но они приехали, представились, показали там какие-то удостоверения и посадили меня в машину. Наденьте на него мешок. Черт, они надели на меня мешок. Теперь я понятия не имею, куда меня везут. Что это за ситуация такая? Как ведут себя представители закона и тем более федерального агентства расследования? Я знал, что у них есть серьезные методы по допросу, так сказать, подозреваемых. Особенно крупных подозреваемых, типа босса мафии. Но я впервые с таким сталкиваюсь. Так или иначе, пока мы направляемся в неизвестном направлении. Напоминаю, что все действия происходят на третьем сервере Radmir RP. Ссылка на лаунчер есть в описании. После входа на сервер обязательно вводите мой промокод MRK, чтобы получить 100 тысяч долларов, а также 7 дней вип-аккаунта. Мы остановились и, кажется, приехали в наше место назначения. Вытащите его из машины. Все, стянули с меня мешок. И где мы находимся, черт побери? Это не похоже на допросную, на здание FIB или на какую-нибудь забегаловку, где мы будем разговаривать с этими сотрудниками FIB. Это больше похоже на мясокомбинат. Боже мой, куда меня привезли? Мне даже страшно представить, что сейчас будет здесь происходить. Я впервые сталкиваюсь с таким делом. Меня сейчас ждет, судя по всему, серьезный допрос с пристрастием. С хорошим таким пристрастием от сотрудников FIB. Я не знаю, чего они от меня хотят. Мы за последнее время провернули в городе много вещей. И, понятное дело, рано или поздно мной и нашей мафией должны были заинтересоваться. Ну что ж, давайте послушаем, что они мне скажут. Ах, твою ж налево! Это для начала. Что вы от меня хотите? Я требую сюда адвоката. Я не собираюсь с вами разговаривать, тем более на мясокомбинате. Вы меня задержали, привезли сюда. Скажите прямо, что вам нужно? Вы думаете, если у меня было бы в интересах вызвать адвоката, вы были бы здесь? Я знаю свои права. Вы сотрудники федерального бюро расследований. А значит, вы должны следовать моим правам и выполнять их. Я попробую сначала по добру. Сейчас вы в письменном виде мне все напишите. Чем вы занимались? Кто ваши сообщники? Напишите все имена. Он, судя по всему, пытается меня расколоть. Но я не собираюсь идти у него на поводу. Я не знаю, какие у них есть доказательства против меня. Поэтому я не буду ни на что соглашаться. Так, слушайте меня сюда внимать-то. Вы меня с кем-то спутали. Я занимаюсь автосервисом и просто был у себя дома, когда вы ко мне приехали. Вы, возможно, лицо мое не узнаете или что. Может быть, там, похоже человека, а его ищете. Так что я не понимаю, о чем вы говорите. Я ничего не могу вам сказать. Ага, хорошо. А что вы скажете об нападении на БКСД? Впервые про это слышу. В газете что-то про это писали. Я к этому никак не причастен. Хорошо. А вы что скажете про массовый угон автомобилей? Вы хотите все это на меня спихнуть? А вы что, реальных преступников искать надоело? Я этого не делал. Я ничем таким не занимаюсь. Давайте так. Везите меня в зал суда. Предоставляйте ему все доказательства и адвоката мне вызовите. Я тут с вами общаться не буду. Я имею право врекать молчание, я буду его соблюдать. Слишком много совпадений, не думайте? Большая группа в одинаковых одеждах. Постоянно, на разных ситуациях. То БКСД, то ограбление банков, то на трассах кровопролития. Это все домосло, вы же сами понимаете. Где реальные доказательства, что это делал я и как-то я к этому причастен. Все, разговор на этом закончен. Я ни на один ваш вопрос больше отвечать не собираюсь. Так будем, да, разговаривать? Вы, собственно, решили выбрать другую сторону, да? Позовите сюда этого. Как там его зовут? Вильяма? Какого Вильяма сюда собираются звать? Что за Вильям? Я знаю только одного Вильяма, который был у меня в мафии. Какого черта? Подойди, подойди. Какого черта? Вильям, какого черта? Ты, ты как, это как получается? Объясняйся! Этот человек состоит у меня в мафии. И теперь он, судя по всему, собирается сотрудничать с ФИБ. Я ничего не понимаю. Он меня предал. Он меня сдал. Что-то происходит здесь. Тебе вообще не должно быть дела. Почему я тут делаю? В смысле, да? Меня тут обвиняют в чем-то и приводят тебя. Что происходит? Объясни мне. Все это время. Вот с начала до конца, как я к вам вступил, я был подставным агентом. Меня купили за 10 тысяч и старый жигуль. Что? Ты продал нашу мафию и меня за 10 тысяч долларов и старый жигуль? Ты собой доволен после этого? Ну, естественно. Какого черта? Ты самый грязный предатель, которого я только встречал, чтобы продать всю нашу семью за 10 тысяч долларов и старый жигуль. Я все равно говорить ничего не буду. У вас нет доказательств, кроме этого обаутея. Он мог меня обговорить спокойно. Поэтому ни на какие вопросы я отвечать не собираюсь все равно. Покажите мне доказательства, иначе разговаривать я не буду. И шокером меня тут не надо. А, твою ж на лето. Детские забавы, значит, закончились. Зовите сюда Арни. Зовите сюда Арни. Здравствуйте. Ой, закрой сигул. Сейчас я буду задавать этому молодому человеку вопрос. За каждый ответ, который мне не понравится, ты будешь ему ломать по пальцам. Будешь ломать ему ребра, ноги. И до момента, пока он не перезнает. И пальчик еще отрежем. Слушайте, я знаю, вы не имеете права ставить надо мной пытки. Это незаконно. Если кто-то об этом узнает, полетят ваши головы, понимаете? Давайте более цивилизованно действовать, я считаю. Вы правы, вы правы. Если узнают, связаны ли вы с организованным мероприятием криминальной деятельности на нападение на БКСД. Я никак не связан с нападением на БКСД. Твою налево. Слушайте, вы не можете так действовать. Я не хочу в этом участвовать. Вы сейчас пытаетесь меня вывести, так сказать, пытками. Но я никак с этим делом не связан, понимаете? Вы невинного человека пытаете. То, что вам наговорил этот лопух, он все выдумал. Вы думаете, мы просто так, основываясь на его рассказах, пришли бы сюда? Конечно! Вы так и работаете. Вам какой-то лопух сказал, что я там, блин, какой-то криминальный босс. Вы такие, опа, надо его повязать. Вот как вы действуете. Еще качка сюда позвали. Вы думаете, вы меня этим качком запугаете? Да, сломаете мне один палец, второй палец. Я столько пальцев ломал на улицах, что вы не пересчитаете. У него нос прикольный. Сломай ему нос. Твою налево, прям по носу. Вы начинаете меня висеть, понимаете? Охренеть можно! Сколько кровищ из меня посыпалось! Он буквально мне чуть бошку не оторвал. Слушайте, я не знаю, как в этой ситуации действовать. Вся суть в том, что, скорее всего, мой исход сегодня уже решен. Живым меня никто отпускать не будет. Если я им все расскажу, меня убьют. Если не расскажу, то все равно убьют только в страшных муках. Выбор, умри или сдохни. Но своих ребят я подставлять не хочу, как этот крысеныш. Я вам так скажу. Я, в отличие от этого крысеныша, который стоит тут слева от меня, вам никакие имена говорить не буду. Вы можете меня здесь прессовать, но своих ребят подставлять я не собираюсь. Сломай-ка ему ногу. Твою ж налево, я не могу! Ну что делаете-то? Давай-давай, одежду снимай. Они хотят, чтобы я одежду снимал. Ну, обалдеть просто. Меня просто-напросто раздевают сотрудники FIB. Для чего вам это? Чише будет. Твою налево, теперь еще и к шокерам меня долбанули. А ну-ка, веди его в тот угол, мне кажется, там попрятнее будет. Ладно, это серьезные пытки. Я могу, конечно, какое-то время выдержать эти пытки, но меня уже куда-то повели. Куда мы направляемся? Мы находимся, чтобы понимали, на мясо-комбинате. Здесь все в кровище. И моя кровь легко смешается с той кровью, которая находится здесь. Под аппарат прям. Слушайте, мужики, мужики, погодите. Не надо меня вот под аппарат этот. Давайте еще раз. Вы там спросили что-то про автоугон. Да, я угонял машину. Угонял машину. Но что в этом плохого? Вы создаете массовые беспорядки. И в моих же интересах, и в интересах штата освободиться от таких людей, как вы. А что даст мое признание? Объясните. Вы меня посадите в тюрьму. Будете с собой довольны. Может быть, как-то договоримся с вами и разойдемся. Вон вы 10 тысяч предложили этому пареньку. Но это какие-то копейки. Я готов предложить лично вам 10 миллионов. Прямо с моих счетов. Вы думаете, меня можно купить? Всех можно купить. Губернатора мы покупали. И вас купим. Вы ошибаетесь. Руку ему. Нет, 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 нет. Только не руку. Только не руку. Не замахивайся. Твою налево. Ладно. Ладно, хорошо. Я признаюсь. Я признаюсь во всем. Вы... Я паразит. Ваш Арни только что убил вашего же человека. Хотя пытал меня, вы понимаете? Пострадал ваш человек. И все это ради моего признания. Ничего страшного. Все меры хороши. Ничего страшного, он говорит. Они только что зарубили сотрудника FIB. Вы и его на меня повесите. Я знаю. Я не буду признаваться в том, что я его убил сейчас. Либо вы сейчас берете ручку. Я вам даю бумагу. И вы пишете. Либо я вам отрежу обе руки. Вы никогда больше не сможете ничего написать. Ладно. Давайте свои бумаги сюда. Подпишу все, что попросите. Только давайте никто, чтобы больше здесь не пострадал. Но я еще раз вам говорю. Я никого сдавать из своих не буду. Делайте со мной что хотите. Отправляйте в тюрьму. Но сдавать я никого не собираюсь. Они пытаются откачать своего сотрудника FIB. Вернули его к жизни каким-то чудом. Ну, по крайней мере, его смерть на меня больше вешать не буду. Ну что, мне нужно подписать документики. Под прицелом нескольких сотрудников FIB. И этого крысы. И особенно этого большого Арни. Документы подписаны. Господин директор FIB. Я сделал все, что вы меня попросили сделать. Давайте. Надевайте на меня наручники. Я готов отправляться в тюрьму. Подождите. Я прочитаю документы. А я тут не вижу имена. Вы что, решили меня обмануть? За такую ошибку вам сейчас придется покукарекать. Ну-ка, давайте. Что сделать? Я чувствую себя униженным. Полностью до конца униженным. Зачем я кукарекаю? Нет, нет. Это бред какой-то. Я не собираюсь кукарекать. Это полный бред. Я все подписал. Отпускайте меня. Вернее, сажайте в тюрьму. Я дальше ничего вам делать не буду. Вы мне адвоката так и не предоставили. В любом случае, будет суд. И там мне дадут адвокаты. И там я расскажу обо всем, что вы тут делали. Вы понимаете? Вы так от меня не отделаетесь. А давайте я вам такое договорку. Либо вы сейчас на бумажке напишите все имена. Либо окажетесь на крючке, которые висят вот в этой свиньи, например. Блин, тяжелый выбор мне предоставляют. Либо сесть в тюрьму со всеми моими напарниками. Либо висеть на крючке и умереть на этом мясокомбинате. Тяжелый выбор, но я все равно своих ребят сдавать не собираюсь. Если так должна закончиться моя криминальная история, то так она и закончится. Знаете, что я вам скажу? Фу на вас! Ах! Глазах темнеет! Глазах темнеет! Черт, я еще жив! Я еще жив! Я не умер! Ё-моё! А где мы находимся? И до какого черта я сижу рядом с этой крысой? Его что, тоже подставили? Зачем меня сюда привезли? И с какой целью? Так я еще и голый! Судя по всему, решили от меня не избавляться на мясокомбинате. А привезли на обрыв на этой горе, чтобы со мной покончить здесь. Да, выбор был не слишком сладкий у меня. Либо сидеть в тюрьме всю свою оставшуюся жизнь. Либо умереть. И видимо, именно так закончится моя криминальная история. Смертью от рук крысы, который был в моей мафии. Ты выбрал смерть, но зато не предал своих. Это я уважаю тебе. Но все равно ты умрешь. Не хочу такого же сказать о тебе, уважаемый директор ФИБ. Потому что я тебя абсолютно не уважаю. Фу ты, блядь! Надеюсь, такая же участь постигнет и тебе. Вильям, ты продал мафию. Тебе его убить. Последнее слово. Афбалдеть! Директор ФИБ поручил все это дело крысе, который и подставил мою мафию. Вильям, все, что я могу тебе сказать, то, что ты поступил не по-человечески. Не по-пацански. Ты предал всех наших людей. Что с ними будет? Они теперь отправятся на улицу. Потеряют хороший заработок. И в результате, скорее всего, сгниют где-то в помойках. А ты радуешься всему этому ради 10 тысяч долларов и старому Жигулю. Ты что, издеваешься? Мы грабили банк на 20 миллионов. На 60, извините меня. Мы каждый день грабили банки, и в результате старый Жигуль тебе оказался дороже. Ты совсем в своем уме, что ли? Братон, а ты думаешь, куда пропали 20 миллионов после ограбления большого банка? Вот как ты думаешь, куда они пропали? Черт подери. Что вы там шефритесь? У тебя же сумка была с 20 миллионами. Ты что, их себе припрятал? Напоследок так решить обогатиться, да? Я тебя не буду подставлять, как ты меня подставил. Живи теперь с моей смертью и 20 миллионами. Мне больше тебе, в принципе, сказать нечего. Вот такой последний вид в своей жизни я и буду наблюдать. Ну что могу сказать? Я не против, на самом деле, умереть на этой скале. Жалко, конечно, умирать от своего предателя. Но только чудо меня сейчас сможет спасти. А вертолёт я сюда не заказывал. Пригнись. Окей, пригниемся. Ё-моё, это что такое? Кто заказал сюда военный вертолёт? И что это сейчас было? Прилетел вертолёт, расстрелял здесь всё на горе и улетает отсюда. Ох, чёрт побери. Я, конечно, рассчитывал на какое-то чудо, но явно не на такое. А это кто приехал? Я сейчас ни черта не понял, что случилось? И откуда вы здесь взялись? Откуда здесь взялся вертолёт этот? Короче, мы прослушали твой телефон. Мы услышали, как тебя пытали и где ты сейчас находился. А вертолёт тут откуда взялся? Скажи мне, вы где вертолёт, чёрт побери, достали? Это было просто как в голливудском боевике. Но у нас теперь есть дополнительные проблемки позади. Там позади вас валяется директор FIB. Ну и вот эта вот крыса, которая, в принципе, мне неинтересная. Что вы наделали, чёрти? Он ещё живой! Парни, убейте его! Избавляемся от последних свидетелей. Я не понимаю, как они выжили после обстрела этого вертолёта. Но теперь у нас здесь очень много серьёзных проблем. Видимо, всё-таки наша криминальная история на этом не заканчивается. А может и заканчивается. Потому что только что умер директор FIB. И понятное дело, правительство на это просто так глаза не закроет. Предлагайте в комментариях, как нам поступать в дальнейшие ситуации. И как вам выкручиваться из этой проблемы. У меня есть кое-какая идейка. И возможно, я её реализую. Ну а какая? Смотрите в следующей серии. Жизни бандита в GTA 5 RP. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова